Привет всем любителям глобальных пошаговых стратегий! Вы видите и слышите Алексея Халецкого и продолжение прохождения Old World на последнем уровне сложности на божестве на реальной карте Средиземноморья Древнего Мира за Египет. Я надеюсь, что кто-то из зрителей параллельно со мной эту же карту играет. Ну, в общем, все подробности в первой серии перейдите, пожалуйста, по ссылочке в описании в прикрепленном комментарии. Всегда лучше смотреть с самого начала, если вы случайно отклонитесь на это видео, и там все подробности, в общем-то, рассказаны. А спонсоры канала всей серии видят сразу в плейлисте, в которой тоже ссылка в прикрепленном комментарии. Ну что ж, выключаю свою милую мордашку. Мы открыли лебедку, ну, точнее, арбалетчика. Вот, кстати, интересно, каких он ресурсов. Ну, то есть, у меня были луки. Теперь вопрос, открывать пикинера или мечника. Ну, и полибол, это баллисту я могу улучшить, но я хочу либо... Так, улучшается с копейщикой булавоносца, мечники тоже. Давайте, наверное, мечника, потому что мечник это явно антипехота, а этот антикавалерия. По-моему, там маловато у людей кавалерии, я, наверное, против пехоты бы, хотя мне почему-то игра предлагает именно каре открывать. Так, ну что, первый собор построен, а это значит, что, наверное, надо... А мы уже укрепили религию. Уже укрепили. Давайте вообще глянем, что у нас. Ух, минус 20. Так, мне из оассета точно надо убирать уже соль. Давайте, наверное, перекину в джане. Тут медленнее всего уходит, поэтому давайте... Соль перестаем. Отправляем. Отправляем джане. Ну, вообще, у меня уже такой вещественный минус к несчастью, то есть у меня очень быстро мы тут все исправим. Будет первый уровень несчастья, даже не знаю, куда потом ресы отправлять получается. Так, теперь хочу посмотреть апгрейд барбалетчиков. Вот, есть и дальнобойный, ну, и там, и там дерево требуется, конечно. Вау, 2367. Ну, деньги, конечно, есть, но, блин. Но, блин, ладно, что у нас тут по событиям. Наш посол Харшипсид успешно установил торговые отношения с Вавилонией. Какой же вывод мы будем получать? Так, а дерево тут нам не дают, да? То есть, ну, я бы, наверное, вот на Уфу за еду. Мы отдаем еду, получаем на Уфу. Приходит жалостливое сообщение от Уфу из города Уассет. Он умоляет вас о прощении и просит разрешить вернуться домой. Даруйте ему... Ну, это который сбежал, если вы помните. Но, нет, давайте, нет. Простите, он строит позднее, у меня 54 года. Ну, и пускай строит, ладно. Купальни и театр на порядок предпочтительнее восприцает герцогиня-консорт Рехетре Смиренны. Вы, рамесиды, в культуре разбираетесь хуже варваров, парирует царица-консорт Сен-Менис из города Абджу. Суды и библиотеки объединят увес... Так, короче, мы сейчас выбираем амбицию. Контролировать 4 купальни с подогрев... Написано 4 купальни с подогревом, а в скобочках 2 из 3 типа уже контролируется. Странно. Нет, давайте, наверное, на универы. На универы возьму. Потом, по-моему, мы какой-то даже начинаем уже строить. Напоминаю, победа тут достигается, либо когда вы 10 амбиций выполните, либо по очкам, вот, ну, в конце, там, 200-го хода, либо когда кто-то первый 71 очко наберет. Ну, судя по движению, тут явно 71 очко наберут раньше, чем 200-й ход. А я тут отстаю, тем более. Так, есть собор. Этот что-то строит. Амфитеатр. Так, собор в Уассете тоже есть. И в Абджу тоже есть. И в Миниферии есть. И в ЗАУ есть. Так, может, а где-нибудь вообще нету собора? Вот нету в Амунии. Тут он строится, как я вижу. Ага, и нету в Элате. Так, где нам в Элате собор? Я, наверное, тут не буду строить уже. Короче, нам надо просто этими миссионерами религию тогда распространять и все. Хотя вот все города, которые я вижу, там уже, ну, хотя вон, Анат. Дамаск. Да, надо, наверное, просто ввести и распространять религию. 54 приказа. Так. Что у нас с универами и библиотеками? Так, это суды. Вот библиотека. Тут уже есть библиотека. Так, Академия. Давайте смотреть. Блин, закрывает, к сожалению. Вот оно, вот так, когда вы наводите, то оно показывает, где вы можете построить. Ага, два места. Так, ну я бы, наверное, сюда бы что-то ввел. Здесь. И тут нам крепость предлагают. Вот, а если я универ хочу, я бы, наверное, вот здесь универ строил. А, легендарная... Тьфу-то, во-первых, мы еще универ не можем строить. Потому что легендарная культура требуется... Подождите, а я тогда не смогу, получается, три универа? У меня пока только два легендарных. Ну вот, видимо, через 10 ходов зау. Ну, в любом случае... Хорошо, у нас в УАСЭТе есть универы уже. Библиотека. Так, возвращаемся сюда. Вон, где пишет, можно построить Академию. Так, а вот тут порт. Может, с гавани сначала начать? Ну, в любом случае, тут деньги добавляются. Не, давайте вот лучше красители отработать, ладно. Пока немножко отложим универы. Не, может, надо было купальни все-таки. Посмотрите, я сейчас теплую купальню строю очередную. Это уже было бы... Или, подождите, или здесь я хотел домик. Деревню можно. Может, в домик лучше. Покупальня тут еще, возможно. Деревню хочу почему-то. Так, у нас казармы. Давайте еще, наверное, казармы. И собор построен. Идем распространять. Так, здесь у нас есть один гражданин. Закончили совет к третьему уровню. Кого из первых специалистов. Солиба. Устроен афтеатр. Собор, наверное, почему-то хочется в путь. Да. Нет. Ну а тут вообще нечего. Правосовет строить. Даже граждан нету. Так. Я бы вообще повысил. Из города. Шторм давайте возьмем. Этого нет. И этого не будем повышать. Отношения со всеми отличные. Даже вон с Карфаген, с которым воевали, всего лишь минус 88. Я думаю, на нас уже мало кто будет нападать. Тем не менее, более современные... Более современные юниты открываем. Ну и нам всего два закона осталось. Автарки, торговый союз и... Снижение стоимости чеканки. Кстати, возможно... Можно что-нибудь поменять. Царь Вавилона умер. И мнение о нас довольное. Так. Со смертью царя Бурнобуряша Великого из Вавилонии управление Вавилонией перешло к царю Амельмардуку Новому из Вавилонии. Через неделю после воцарения ваша стража ловит вавилонского агента, пробравшегося в ряды дворцовых слуг. Так. Подкупить агента, чтобы он снабжал ложной информацией. Устранить. Либо вернуть его... Не, понятно, вернуть голову не хочу. А вот устранить или подкупить? Наверное, все-таки подкуплю. Ну, просто, чтобы не ухудшать отношения. Перед нами посланник из Греции. Вы нашим ремесленникам очень нравится качество вашей древесины. Моей древесины, серьезно, о которой у меня нету. Минус 40. Мы хотим заключить мир, чтобы торговля с вашей нацией могла шириться и процветать. Давай. Кстати. Глава шпионов. Давайте. Ну, мы... Я уже проник во все, кроме Рима. Видите, у нас тут открыто. И украсть исследования я, по-моему, не могу, потому что я... А, нет, вот у Вавилона. Давайте попробуем у Вавилона украсть. Дальше. Посол. Давайте. Так, у нас мир с Грецией тоже. Давайте попробуем торговое соглашение. Здесь только оно не древесину потребует. Так, собрать войска. Это мы, считайте, цивики на муштрумени. А ну, а с муштры дофига? Я думаю, нету смысла. Так, очередная Берема, чтобы, наконец, найти Рим. Сквозь Средиземное море. Так, там распространено манихейство. Вот, в Иерус... В Корчемише не распространено. И в Дамаске не распространено. Кстати, а что у нас этот стоит? Везде. Давайте его на автомат как раз поставим. Я не понимаю. Он, наверное, в конце хода будет. Наверное, в конце хода. Так, сначала сюда распространяем. Здесь вот проблема, что мы можем... Собор же требует соседства обязательно, храма. Да. То есть, соответственно, мы можем... Так, слушайте, а может вместо теплой купальни? Подождите. Отменим теплую купальню, реально. Теперь третьим строим вот тут собор. Да, блин, я забыл, что собор две штуки на семью. Так что мы тут вообще ничего не построим. И я очень зря отменил строительство теплой... Ну, это издержки сейвов, понимаете? Когда я уже на другой день играю, не кто-то, когда прошлую серию записывал. Просто уже... Так, стоп, а куда у меня делся? Тут рабочая, отсюда, нафига не ровно. Короче, заново начинаем купальнику. Три хода потеряли. Еписк ученик, давайте, добрым здесь до конца. Кто у нас поэт? Нет, старшего врача. Нет, поэт, это старшего врача мне не надо. Давайте, может, философа Сделаем, чтобы максимум науки был выходом. Еще один фотосовет, ждем, когда гражданин появится, чтобы использовать... Ну, его куда-нибудь специалистом назначить. Два гражданина. Так, ну, я бы, наверное... Поэтому в бараке, мне кажется... В бараке не прикольно. Давайте библиотеку. Так, а вот в Джане как раз можно было бы в бараке, если бы они вообще были. В бараке нигде не привыкли, а военное вроде. А, вот один почему-то. А, нет, двое, вот их. Окей. Так, еды не хватает еще на конца листа. Ну, давайте форум-архив призначистим. Так, уровень второй ставим. И здесь просто стоим. Да, блин, что-то я четырьмя универами тупанул, потому что, видите, универы требуют легендарного города. У меня два только легендарных. С другой стороны, можно строить. Я эту амбицию 100% выполню. Я не думаю... Ну, то есть у меня там уже легендарный вот ЗАО должен скоро быть. Но... Теплые купальни мы могли быстрее сделать. Это точно. Так, а... Эти ребята в зароастризме. Хетты, да? Царица-консорт захворала теперь больная. Верховный советник выслужил жалобу. О, и минус один уровень недовольства в мини-фере. До вас доходят рассказы об успехах Мерни-Птаха. Это наш, кстати, наследник. Похоже, им заинтересовался прославленный философ и начал давать ему частные уроки. Может, стоит пригласить его философа ко двору. Подобное достаточно. Наставничество пойдет на пользу Мерни-Птаху или приведите ко мне этого философа. Нет, давайте на пользу Мерни-Птаху пойдет. Ну, там, правда, есть шанс, что он безумным может стать. Это, конечно, не хотелось бы. Совершенно так. Стоит ли мне еще где-нибудь снижать уровень? Уже нулевой уровень в Абджу. Так, минус, да, в Элати, наверное. Давайте. Смирить город. Элат. Есть гражданин. Ну, раз это города священников, я бы добивал тут именно священников тогда вот в собор. Нет, вообще интересно, что-нибудь смогу еще строить? Видимо, нет. А на болоте вот это чудо. Кстати, что по чуду у нас? 1200 камня требуется. Так, здесь амфитеатр. Здесь купальню предлагают. Давайте. Чем ниже у нас несчастье, тем больше резов мы получаем всяческих. Но по очкам, видите, мы отставим. Ну, хетты очень много. Они Ассирию вынесли просто вперед ногами, и все ассирийские города считайте, стали хетскими. И это очень продвинуло. Ну, Ашур, кстати... А что в столице было? По-моему, Ашур должен был быть в столице. Сирийское язычество написано. Ну, я думаю, что это было бы... Странно, что бывшую столицу не пишут. Красноречивым стал мир Нептах. Отлично. Плюс цивики за культуру будут. Царь Персия мертвый. Новый довольный она сменит. Хорошо. Так, открыли когорты. Ну, я бы уже открыл, наверное, эти вот законы. Принялось, цивики девать некуда. Сейчас посмотрим, кого мы апнуть сможем. Все острова этот карфаген позанимал. Ко двору прибывают присланные царицей Яи Великой Схетского Царства ученые. Эти иностранные мудрецы долгое время изучали древние рисунки региона, и у них есть основания полагать, что под Амунией могут находиться различные руины, шахты и даже подземные хранилища. Зная, что наши нации находятся в хороших отношениях, ученые просят вашего разрешения на раскопки. Так, платим 1108 приказов и получаем монументальные ворота. Это что такое? Просто одна муштра и две культуры вход, предположим. Искать рудники получим рудник и мудрость. Царь. Так, новый придворный ученый за 360 цивиков. Ну, наверное, все-таки муштру и культуру я бы получил. Пускай увеличивается. Ух ты, в изгнании Хуфу выдает хетскому царству государственные тайны и распространяет о вас зловредные слухи. Можем ли мы дальше мириться с этим? Хетты получают 440 науки. Нифига себе. Уфу убит. Царь Татанхамон умирает. Ладно, давайте вернем его назад. Задолбал. Так, и у нас открыли когорты. Кого тут можем? Вот булавоносец. Улучшаем до мечника. Булавоносец улучшаем. Пока не хватает. Хотя могу купить, наверное. Сколько будет? 1057. Деньги есть? Я бы, наверное, потихоньку еще и арбалетчиков тогда не на что больше пока тратить. Блин, а кто лучше арбалетчик? Ну, у этого 8 силы, но дальность 3. А у арбалетчика тоже 8 силы, но дальность 1. А смысл тогда? Так, дальнобойные круче. А у него антиближний бой и пронзание. А у дальнобойного просто обладает зоной... Там пронзание. То есть имеется в виду, что он еще за теми... Блин, мне больше дальнобойный нравится. Содержание абсолютно одинаковое. Не, ладно, не хочу тогда пока улучшать. Что-то я не решил, что мне из этого нужнее. Так, тут добываем красители, кстати, тоже надо сюда гражданина вот у нас добавлю. Может, даже... Так, сделаем. Нет, философ доделывается, а потом рыбак что-то был. Так, ладно, пора... Так, а можно мне как-то... Вон подписи. Вон библиотека у нас. Окей, если я хочу... Что у нас следующее? Академия. Вон где-то, типа, пишет, может поставиться академия. Знаете, я могу вот так сделать, эту клетку выкупить для уассета и сюда поставить академию. Наверное. Или она должна быть... Да, можно поставить. Так, а почему... Видимо, потому что он уже купил клетку. Просто он теперь не может ничего строить сейчас этим ходом. Ладно. Так, библиотека, академия, собор святой Софии. Ну, пошли туда построим. Тоже сейчас выкуплю клетку. И построим здесь. Так, по юнитам всех ли я апнул? О, есть пикинер один. Но он, по-моему, не апается. То есть это уже сейчас пока максимальное для него развитие. По-моему, Мечник уже дальше тоже никуда не будет улучшаться. Блин, уфу, ваш брат, ваш наследник. У нас же не он был наследник вроде. Так, генерал Мечников погиб. Глава шпионов успешно украл. 200 науки от Вавилона получились. Успешно торговые... Так. За еду время полное. Еда нам точно не нужна. Так, умер. И наш посол, я думаю, мудрость прокачивает. Так, это у нас Крит. Родос. Так, ну, продолжаем. Да, можно. Вавилон... Только единственный кто у нас Вавилон обгоняет по науке, поэтому мы у него и можем что-либо красть. Так, знаете, что я хочу? Я еще вспомнил, что я вообще могу... Ну, вот, смотрите, стоит на автомате скаут и никуда не двигается почему-то. Я хочу отправить его вот сюда, в Хатусу. Попробуем там агентурную агентурную сеть создать. Офиг, он встал. Так, что мы тут построили? Цитадель. То есть, в Абджу мы можем уже самые крутые юлики делать, если бы у нас ресурсы на них были. Да, вообще, вообще не знаю, что уже в городах строить, хотя вон там старшие писки еще были. Давайте старшие писки. Слушайте, а в зал уже домик пора. Давным-давно. Блин, стоя в болоте ты урон походу получаешь, смотрите-ка. Твертый домик сделан. Ая-София следующим ходом. Я бы, наверное, тут каменоломни или они не поставятся здесь. рынок нафиг надо. Блин, что строить-то? блин, я же сюда отправлял его, хотел выкупить клетку и универс строить. Черт, я забыл. Вспомнил, что я выкупил клетку и могу Академию сделать. так, Академия в Илате. Цитадель, ветряная мельница. Ну, кстати, мне нравится идея с ветряной мельницей. Старший философ в Аммунии. Еще один гражданин в Аммистер. Не хочу в Бараке с народной библиотеку. Академия все-таки начинаю апгрейдить и, пожалуй, все-таки на дальнобойных лучников. Одного вход уже 3000 дорого. Но дерева у нас нету. Поэтому вынуждены так. Один легендарный у греков, два легендарных у персов и один легендарный хеттов. Теперь мы известны, как Тутанхамон славный. Карфаген в Зороастризм перешел. Собор Святой Софии. ну, короче, тут у нас уже с несчастьем, я думаю, вообще никаких проблем. Так, бесплатный Драмон. Надо взять, я думаю. и примем Автаркия. Рудник, каменолом, не лесопилка, плюс 20% ресурсов. Все города могут производить юниты, для которых требуются лошади, верблюды или слоны. Содержание наука идет. А торговый союз открывает караван, продается за ту же цену, что и покупает. Нет, давайте Автаркию. Там всего 16 луки содержания, у нас 567 ее. Соответственно, надо больше камня, чтобы еще чудо построить. Так, Вехатуса вот сюда. И агентурная сеть. Так, сюда кого отправим? Агент Эхнатон младший с этих выхлоп. Очень приятненький будет. Так, у Смирятеля города еще. Все по второму уровню. Давайте глянем, какой это менее всего. Эллад, видимо. уже два города с нулем. Несчастье. Не хочу, наверное, куда отправлять торговлю уже. и мир не буду предлагать. Ничего подобного собору Святой Софии в Абджу не удавалось построить никому в известном мире. Это чудо архитектурного гения и художественного мастерства. Истинное свидетельство божественного. Какая религия назовет собор Святой Софии центром веры и жемчужиной своего духовного влияния. Конечно же манихейство. Не, ну вот это мне не надо, потому что у меня и так город легендарный и цивиков у нас немерено. Теперь, когда принц верник так завершил свое обучение философии, чем он займется при дворе? Так, будучи лидером можно сменять законы дешевле, а это будучи лидером можно заново... Ну давайте ученым возьмем. Так, мы наконец-то встретили Рим. Наши воины встретили группу странствующих ремесленников, они поведали, что покинули Рим, великую цивилизацию, далеко-далеко отсюда, чтобы посмотреть мир. Получить фермера в Уассетии. Давайте получить фермера в Уассетии. его на автоматизацию поставлю Беремо. 3,769 нет, это дорого. . Играет фермер. Тут домик, тут домик строится. Так, тут. Выкупаем клетки. Ну, чтобы оно к Абджу относилось, потому что... ...город священников, которые могут что-то на пустыне строить. Ну, кстати, давайте здесь. Амфитеатр, почему нет? Так, а это что у нас на автомате стоит? Я его ставил на автоматизацию, вроде нет. Царица друзила муштровательница мертва. Какое мнение о нас расстроенное. Героиня умерла. Ваша супруга погибла. Ну, короче, наше поколение, вот это поколение Тутанхамона, умирает потихоньку. Бесплатный драм. Вот последнюю политику откроем. Так, кого мы тут в Абджу? У нас не особо много вариантов. Нормер, оратор. Тут карапис плюс один к мини-феру, ну, да блин, почему он тут появился? Ну, короче, мы его расформировываем, потому что нам бессмысленно. Ну, это вот, честно говоря, хреново. То есть мы взяли бесплатно, мы потратили один ход науки, и почему-то у нас драмон появился здесь. В том море, где вообще его невозможно использовать. Рим хочет дань? Нет, пускай. Пускай войну объявляет, господи. Дурачок. Неожиданно всплывшие личные связи позволили нам напрямую пообщаться с правлением Рима или Карфагена. Давайте с Карфагеном улучшим. А, слушайте, мы можем и с теми, и с теми. Потому что тут он, хамон, вдохновляющий. Давайте так и сделаем. Мы привели нацию к небывалым высотам. Многие считают, что мы еще никогда в истории не были настолько сильны. Мы окружили города неприступными стенами и связали империю дорогами для лошадей, верблюдов, слонов. Теперь наша армия одна из сильнейших в мире, и люди могут спать спокойно. Не сомневайтесь, мы сохраним независимость, а если понадобится, отстоим ее с оружием в руках. Так. Получить мечника, мечника дальнобойного лучника. Тут мы получим науку. Ну вот уровень недовольства, я уже думаю, мне нет смысла снижать. У меня и так очень все низко и вниз идет. Наверное, все-таки науку. Давайте. И царь Тутанхамон плюс один к мудрости еще. Вести о вашей недавней утрате уже вышли за пределы нашей страны. В Хетское царство прибыл посланник с подарком от царицы, наверное, из Хетского царства. Прибыл. Который он называет простым и бескорестным выражением соболезнований. Однако все ли в нашем мире так просто и бескорыстно? Ваш посол Хатшипсут подозревает, что этот же с доброй волей уловка, дабы заработать ваше расположение, тем самым ослабив напряженность между странами. Он получит роскошное удовольствие в Уассете. Нет, давайте мою безмерную благодарность. Мне кажется, тут ничего. А, слушайте, тут, наверное, уже построен универ. Блин, а где он? Библиотека, Академия. Вот он точно. Ну, не хочу я светилище строить. Ну, ладно, давайте, наверное, эти рудники. Тут больше нечего строить, в общем-то. Так, а давайте этих карфагенские города распространять, религию отправим. Академия. Может, лесорубу одного поставить. Чуть снизим зависимость от постоянной покупки дерева. Видите, прокачиваются юниты даже без войны. Снижает снижение стоимости чеканки, либо денежная реформа. Можно покупать и продавать приказы. Блин, да у нас и так их дофига. Ну, если можно продавать и покупать за деньги. Наверное, опять на минус. О, нету несчастья от ускорений. Так я точно денежную реформу возьму. Тут еще можно ускорять строительство в городах, но это все повышает несчастье. А раз оно сейчас не будет повышаться, то можно будет использовать. А с другой стороны, что мне тут ускорять? Уже практически все построено. Так, новое событие по краже исследований. Состоялось триумфальное возвращение нашего агента из Вавилонии. С ворохом научных исследований. К сожалению, сильное напряжение не прошло даром для Инета. Он решил покинуть совет и поправить здоровье в стенах храма. Нам нужен новый глава шпионов. Блин. Это вот, кстати, очко победы дает. Но мы, конечно, бесплатного придворного торговца возьмем. Ну вот, принц Мирнептаг давайте назначим пока. И проникнем в Рим. Раскроем. Царские казначеи запросили. А, собственно, принятие закона. Значит, все города минус два несчастья. Вход. Нету несчастья от ускорений. Ну и содержание восемь приказов. А у нас, блин, этих приказов немерено. Короче, мы все законы приняли. Приняли. Мне кажется, это место для теплой... Для купальни с подогревом надо оставить. Тем не менее, театр нам тоже где-то надо построить. А негде. Вот вот сюда придется вместо каменоломни, к сожалению. Продолжение следует... Так, крепость, казармы, казармы... Эти надо. Стрельбище. Потому что надо было по-другому. Стрельбище позади, а казармы впереди. Ну, у меня вот так получается. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Чё-то долгое... Тут цивиков не хватает... Давайте слона. Или, блин, нет. Дебильно. Ладно, давай тебе пока просто совет. Так, у нас два хореса никому не выданы. У нас меньше всего в амунию и сиене. Красители у нас... Кто не хочет красители? Ноль, ноль, один и два, два, два. Второй уровень, я по-моему, 10 процентов, да. По-моему, еще эту берему на этот раз Рим убьет. Вон она плавает на автомате. Я уверен, что Рим ее найдет и прихлопнет. 12 очков всего лишь отставания. Так, а до победы получается 23 очка. То есть две трети хеты уже набрали. Мне кажется, тут амбициями надо побеждать быстрее. То есть мне надо быстрее все-таки четыре универа. Когда там... Так, перестал быть скорбящим наш царь. Посол погибло. Элат минус один уровень. Так. Не то Крис выросла и тянется к знаниям. Эти политику. Новый посол. Вот. Апис у нас есть. Десять лет, двенадцать лет. Вот два года. Еще одна легендарная. И давайте, наверное, в Джане смирять город. У нас уже муштру некуда девать, на самом деле. Может, поапать юнит я в том плане уровня дать. Метский стрелок. Блин, почему это дофига стоит? Четвертый. Карменный класс. Кроможадный. Точность. Понимаете, предел уже... 2000 муштру это предел. Потом эта муштра, конечно, в приказы. Она конвертируется... Все, что свыше, конвертируется в приказы. У нас и приказов немерено. Получается, зачем нам... Копить это все. Вот уже максимум прокачался. А, кстати, рассунуть. Тут нет бараков. А, у нас нету... Так мы, наверное, можем рядом распространять точно. Я вспомнил, что тут необязательно на территорию заходить. Ну, хватит, наверное, камень тратить. Давайте копить. Давайте. В ЗАУ два хода и мы сможем библиотеку... Так, а как мы здесь все будем строить? Где? Это вот здесь, наверное, надо. Или вообще... Вот здесь, а тут... Вот сюда будем строить. Тут треугольничком сделаем. А здесь... Здесь сделаем этот театр, наверное. Ну, придется начать отсюда. Наверное, вот так треугольничком сделаем. Вот это, в данном случае, за Египет, мне кажется, вообще must-have. Вот эта семья. Иначе у вас куча пустыни, например, как здесь. Видите, я тут ничего не могу построить. Хеты с Вавилоном. Блин. Как бы они Вавилон не вынесли и не победили. Так, придворный торговец появляется. Так, давайте посмотрим. Что у нас вообще по техам? Это вот все, вот это последнее, да? Ну, давайте конский доспех, наверное, укроем. Для гатафрактария. Академия. Ну, иду сюда. Нет, амфитеатр буду тут строить. Так, наверное, повышу еще, ну, улучшу этого лучника для дальнобойного. Деньги накопились. Ну, я думаю, у меня уже любые налеты не страшны. Армия у меня приличная. Конечно, будут писать, что слабее, но это чисто из-за количества юнитов. Вот недалекие хеты, но сильнее. А у Вавилона что? Сила аналогична, но они знающие. Я надеюсь, что хеты все-таки не смогут продавливать Вавилон. Но они написаны, что сильнее, чем Вавилон. И с Карфагеном что? Тоже, Карфаген сильнее и недалекие. Платит нам 228 рублей Дани. Наверное, и Рим тем же займется в скором времени. Не знаю, нафига он мне войну объявил. Верховный советник погиб. Жаль. Минус одна легитимность, но территорию Рима мы открыли. Набожные манихеи в порыве сильных религиозных чувств устроили при дворе жаркие депаты. Они требуют прилюдно осудить Карфаген за приверженность зороастризму. Ну а чё нет? Хотя, с другой стороны всего минус 40 ремесидов. У нас и так офигительное отношение. Давайте не будем вмешиваться в религиозные споры. Наместник Яхма с города Зао приходит во дворец, не умолкая о письменах, которые тот получил от странников с Востока. Это собрание религиозных текстов, называемое Священное Писание. Учение об иудейском боге. Потому что в Зао легендарным стал. Нет, давайте дисциплину. Писание интересное. Какая-то, по-моему, это же событие у нас уже было. Так, инженеры плотничихой. Не, всесторонним. Пускай мудрость у нас. Ни то, ни то не надо нам вообще. Так, выследите и убейте этих разбойников. И новый верховный советник. Ну, вот это мы получили торговцы. Как раз СНХ без торговка. Пускай она и будет советником. И отправляем усмирять. Я забыл, кого он там усмирял. Минифер, видимо. Видимо, минифер надо. Вот, откуда у нас скаут? Нам дали скаута. А, тьфу ты, это мы в хатусу внедрялись. Так. Хочу, наверное, куда-нибудь к Вавилону внедриться. Или не, ладно, давайте в Грецию. Какие там у греков легендарные Пелла? Где она? Вот она. Надо недалеко бежать. Слушайте, повыше орлиный глаз. Это всегда для лучников приятно. Хм, кстати, еще деревню можно. Давайте вот здесь куплю клетку и построю. Ну и где универ нам делать в столице? Ну, вообще, где-нибудь тут возможен. Попишет сюда. Ну, давайте попробуем. даже дополнительный ход возьму. Так, семь ходов универ. О, блин, у меня тут... Я, конечно, слепой. И так рабочий был. Ладно, давайте здесь каменоломню. О, блин. О, блин. О, блин. О, блин. О, блин. Живые добавки. О, блин. О, блин! В stopе воздух. Ладно, каменотесов поделаем, включая граждан просто, я не хочу как специалистов городских сажать, честно говоря. Так, а че-то посол Апис у нас не был манихеем, че за фигня. Так, следующее, наверное, Манганелл или Полиболл. Давайте Манганелл. Здесь агентурная сеть в Пелле. И отправляем сюда вот этого Сенусерта. Желись бы вашего наследника Мерниптаха на принцессе-консорте Тетабастис. Радость для всей нации, как стоит отпраздновать. Принцесс Мерниптах дисциплинированный. Да, дисциплинированный, все остальное нам просто не надо. Так, наши боевые слоны заслуживают похвалы. Этот построил и тут амфитеатр. Этот сюда лечится и будет деревню строить. Этот через марш бросок сюда и начинает библиотеку. Не, давайте ферму просто. Так, где у нас еще можно... Так, где у нас еще можно... Доката фрактария. Слоны, слоны вот. Так, вроде все. Что-то у нас теперь уже цивиков немерено. Хотя, может, какие-то законы поменяем. Давайте смотреть. Культура за каждого убитого. Вообще не интересно. Ну, тут точно я свободу на рабство не хочу менять. Хотя... Хотя, слушайте. Плюс один ход несчастья. У нас и так офигительный минус идет. А там к рудникам и каменоломням плюс. Вот так мы от свободы к рабству переходим. Да, я, наверное, так и сделаю. Так, централизация. Воссолитет. Потребление ресурсов юнитами меньше. При нахождении за границей потребление не увеличено. Не, ну тут наука. Нам пока наука нужна. Колония крепостничества. Многобожие, единобожие. О! У нас ускорения же могут быть. Но мне, по-моему, нечего тут прям... Да, дайте попробуем. О, тем более за цивики можно ускорять. Проба. Да, вот тут надо все поускорять, кстати. Епископ мастер. Где у нас что долго строится? Ну давайте философа вот этого. Ускорим тоже. Вот и потратили цивики, кстати. Да, кстати, универ что-то не скоро получается. Пока мы библиотеку пять ходов, то надо, конечно, строить юнитами этой семьи. Ну, в любом случае мы выполним эту амбицию. Даже хоть если тут он прям сейчас умрет, за 20 лет мы построим три универа. Но, блин, могли... Или там тоже... Или там купальни тоже типа строились. Только если легендарные. Кстати, вполне возможно. Надо глянуть. В общем, можно что-то посмотреть. Пока переход кода идет. Так, значит, у нас теплая. Вот купальня с подогревом. Да, требуется легендарная культура. Ладно, это я погнал. Но я ошибся, ладно. Тут Анхамон великолепный. Вы великолепны. Генерал Те из города Лассет строит поздний против Газдрубала головы карфагенян. Оклеветать нацию. Давайте бесплатно оклевещим. Почему нет? Все только из задачи о том, что в небе над ЗА утворились какие-то чудеса. Знак того, что мы сокрушим Рим. Получим рекрута. Легитимности плюс 60. Вот, давайте любознательный 260 науки получаем. Стоимость улучшения его ассетия. Минус 50. Рудника каменоломни 50%. Тоже нечеток. Ладно, давайте раскопчиться. Мне это больше нравится. Нахищные мере. Компания каменолом 50%. В России. В России. Мы приезжаем по если горы. В стране. Вым ... Харьков. В России. В России. В России. Уже. В России. Я оставлю гражданина, чтобы в библиотеке сделать Просто везде ускоряем, где это возможно. Где больше одного хода, просто ускоряем Слишком много цивиков у нас В общем, за деньги можно было ускорить, ну ладно У нас еще приказов постоянно куча остается Так, а в манихейство никто так и не перешел Только мы одни, манихеи Зороастризм в мире победил 48 городов Манихейство в 18 Иудаизм Ну вообще иудаизм больше всего распустяется, я не знаю почему Темные клубы дыма поднимаются со стороны городских складов в Абуджу Явное предательство На территории складов стража обнаруживает странные конструкции из металла, дерева и масла К счастью, данные приспособления, очевидно предназначенные для поджога, вопреки ожиданиям заговорщиков, не сработали Лишь начали испускать едкий, но безвредный дым Стражники у ворот сообщают, что видели, как Фауст и его римские сообщники убегали в темноту ночи Выполнено задание предательства Пусть глава наших шпионов попытается узнать секреты этих приспособлений, разобрать Ну, 110 металлов, 46 дерева, такое себе Давайте узнаем приспособление и открываем полипол Ммм, я трудник хочу Так, баллистику открыли У меня, по-моему, всего лишь один там у меня должен быть юнит Остальные я потерял Ну, могу улучшить для Парганелли Тем не менее Становится любезной, распутной и бдительной Давайте, любезной Давайте, земля должна быть в моей 310 еды, чем плохо Все, от Карфагена мы защищены с той стороны Продолжение следует В эфире Субтитры создавал блин а где универ тут его постоянно все вот это что ли да а ну давайте тогда этих офицеров закончились цивики на ускорение 1 2 3 уже города в нуле блин кстати забываю управлять моих советников делать всякое снижать недовольство в городах 2 минус 6 минус 10 минус минут сюда надо в джанэ приплыва римс и римская берема меня атаковать и запчу вавилону сюда свои войска привел когда его там кеппы носил чуть пытаются захватить не знаю захватывают ли так надо надо попробовать сейчас у нас 1000 камня будет может попробовать как-то докупить и чудо начать строить они отправлять никаких даров многие годы излюбленным развлечением на приемах рамесидов были пророчества рабыни восставшие королевы у джептен восставшие королевы у джептен что не помню чтобы такие были когда гость брал ее за руку у джептен изрыгала изо рта пламя после чего вещала боже божественные откровения но вопрос откуда проистекают такие способности она заявляла что получает видение от одной богини местного языческого культа которая нашептывает ей что однажды она станет царицей больше семьи рим рамесидов эти заявления не кажутся забавными сотни рабов города джанэ восстали в жестокой борьбе после долгих лет недавно и ведь я на рабство перешел жаждет отомстить ну давайте устраним эту угрозу как можно скорее нас в принципе армии то дофига а буджи получает плане торгового города так где тут эти восставшие а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не дают нам в море выйти... Египтяне в этой партии не морская цивилизация вообще... Ой, нас постоянно мучает рвота и понос... С Карфагена приходит страшное послание... Похоже, агент Мирниптаха попал в плен и подвергся пыткам... Он успел раскрыть множество тайн планов нашего двора... Черт... Ну, это провал на совести престола, давайте скажем... Бесплатный придворный торговец берем... Вдохнов... Вдохнов... Хотя... ЗАУ... Давайте просто бдительный... Видите, он даже не атаковал ничего... Восставшая царица, блин... Браво... Мастерさん... Нeme, ничего не нет facilitated... Уст Danger City, в ток tarota... Не знаю... Давай... На стояти портень... Обез dialogue... Немного... Браво... Длина heard... Единого Bang... Не знаю... Т fundamento на Kung Fu Actanta... Сейчас... Д Нет, не хочу metro verschiedene карта. делиться золотом или чудеса строить не хочу участвовать их мелких споках так иудейские священники и манихейские устроили полемику о будущем египта все они желают нации процветания но убиваться его предлагают совершенно разными способами ну я за манихейства контролировать четыре а четыре ярмарки но 4 дворца возму опять же дворец по-моему легендарная блин тут есть проблемка что я думаю что скоро на старе умрет и как раз ну ладно надо брать надо брать и выполнять не денешься у нас один дворец есть опять было 54 на самом деле 3 да проблем с переводом видимо не знаю так а это чудо стоит тоже надо отправить куда-то вот тут видимо поймали агента мокров 1 с римом воюет а с кем рим вообще воюет может очень из может попросить грецию еще объявить войну риму да кстати с греции у них хреновое отношение да на можно попробовать возьмемся тебе суждал не добил кстати мою берема почему-то лекарь и священники предупредили вас что конец близок пора ведь привести свои дела в порядок последний год жизни тут он хамона великолепного так я хотел сюда отправить агента дальше куда я хочу внедриться интересно в карфаген куда-нибудь так попробуем царицу так а как это попросить вот как то было а вот попросить объявить войну риму а требуется минимально дружелюбие а у нас просто хорошее отношение тогда мы никого не можем попросить ладно жаль эти дипломата взял ученый у нас следующий будет правитель да давайте попробуем может как-то в карфаген внедриться никак тут не проплыть ладно автомат поставлю не знаю так здесь все этот так больно бьет а этот прокачан на 3 так есть библиотека теперь академию а вот этим юнитом вот сюда сукна виаректа а блин у меня дерева не хватает 15000 15300 но 1200 камня давайте сначала камень продавать 1200 надо оставить так ну все уже вроде хватает да понеслась так и теперь нам осталось 1800 камня еще набить и пантеон построить так давайте наверное этого отправим в кхет там куда-нибудь в хатусу а этого карфаген ну че он так не бежит как я его должен отправить еще два хода у чувака почему-то он не отправляется так на 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 в на на Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Универа-то я вообще тут недалеко осталась... Скажите, а в столице я... Ну, в Уассете вообще строю? Универ, по-моему, строю... Да, вот тут вот он строится... Один... Даже вот сейчас достроил уже два... Короче, осталось чисто универ еще один построить... Иностранный агент Вабуджи повысил недовольство, но был раскрыт... Отлично... О, племенной налет еще начинается... И царем у нас становится Мернифтах новый... Мудрый... Отважный... И дисциплинированный... Ну, в следующей серии уже буду тут все принимать... Давайте на налет посмотрим... Ну, в принципе... С этим совсем можно справиться... Единственное, что, видите, они тут будут мешать мне строить... Ну, пять ходов Академия... И, соответственно, еще... Блин, возможно, к этим вот дворце я не успею посмотреть... Ну, ладно, это уже в следующей серии... Спонсоры канала могут уже поискать в плейлисте... Для всех остальных это выйдет... Серия выйдет завтра... Играйте в умные игры... Слава Украине, живи Беларусь! Всем пока! Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео... Лайк, комментарий, подписка... Возможно, суперспасибо и спонсорство! Спасибо за поддержку! До следующих видео!